Департамент государственных доходов в Кустанайской области стали поступать звонки от бизнесменов региона. Люди стали жаловаться на то, что к ним приходят якобы налоговики для проведения проверки. Сообщили о том, что сотрудник налоговой службы истребует документы, пришел в магазин, истребует документы, просит показать те документы и так далее. На кассовый аппарат и так далее. На что субъект предпринимательства благодела у нас люди грамотные. Он попросил служебное удостоверение, получается, в результате чего человек просто не смог эти документы предоставить, в связи с чем он ушел. Налоговики просят кустанайцев быть внимательнее и сразу требовать у таких людей документы. Помимо этого, жителям региона стали поступать ложные уведомления в банковские мобильные приложения с требованием уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспорт. Под видом также мошенничественных действий есть такая фирма ООО «Налоги Казахстана», которая рассылает каким-то образом счета на оплату гражданам республики. Мол, у вас задолженность и так далее, можете оплатить и выставляются счета. Поэтому необходимо в первую очередь, прежде чем оплачивать, есть несколько сервисов, допустим, на сайте Комитета государственных ходов можно посмотреть свою текущую незадолженность, а предстоящий платеж. И здесь налоговики также просят кустанайцев быть вбудительней. Официальные уведомления приходят казахстанцы по почте с заказным письмом, либо в личный кабинет налогоплательщика. А также субу налогов можно узнать в ваших банковских мобильных приложениях. Но адресат отправителя во всех уведомлениях должен стоять как именно местный департамент государственных доходов. Нужно смотреть и на установленные сроки уплатов налога. По налогу на транспортные средства не позднее 1 апреля, по налогу на имущество не позднее 1 октября. Соответственно, уведомления по каждому налогу направляются именно до этого срока. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.